На следующее утро Хоккайдо встретил меня хмурыми тучами и ливнем, отчего я даже сначала немного расстроился. Сегодня в Саппоро дождь, с погодой немного не повезло, поэтому сейчас мы идем в Дон Кихоте. Это большая сеть магазинов, где можно купить все подряд. Там будем сейчас, наверное, покупать зонт. В отличие от других моих путешествий, в Саппоро я попал на самолете и прилетел. Поэтому я не видел центральную станцию, хотя обычно всегда ее снимаю и показываю. Поэтому сейчас я выдвигаюсь к центральной станции города Саппоро. Посмотрим. Тем временем немного распогодилось, повезло, прям только вышли и дождь кончился. Поэтому можно будет записать солнечный Саппоро. Из прошлого выпуска вы знаете, что я остановился в Саппоро в районе красных фонарей Сусукино. Путь оттуда до центральной станции Саппоро пешком занимает около 20 минут. А сам маршрут пролегает по красивым местам. В Саппоро по городу курсируют трамваи. Вообще в Японии очень мало мест, где есть трамваи. За все время жизни здесь я видел только вот в Саппоро и в Хирошиме. И все. Это новый какой-то образец. До этого я видел еще здесь старенькие такие курсируют. Тоже вам покажу. А это самый центр города Саппоро. Здесь находятся большие шоппинг-молы. Вот, например, Митскоше и Сетан, Парко, в которых расположено огромное количество различных магазинов, брендов, всего, что только можно. Идут школьники в школьной форме и в кепочках тоже специальных. Такое довольно редко увидишь. Мы дошли до центрального парка города Саппоро. Он прям проходит по огромной улице. Прогуляемся по парку. Также здесь, если вот за мной вы видите, находится телевизионная станция города Саппоро и множество других достопримечательностей. Посмотрим. Особенно сейчас все это красиво, потому что осень как раз самое время Куйо. Парк Удори на самом деле не совсем парк. Изначально это была большая дорога. Когда начали осваивать Саппоро, один из первопроходцев Шима Йошитаки в 1869 году представил проект, по которому город делился на сеть кварталов и дорог. На севере должны были находиться административные здания, а на юге жилые, в то время как многие дома строились еще из дерева в целях пожарной безопасности, между зонами в 1871 году была построена большая дорога под названием Щеребещи. Сейчас она стала этим самым парком Удори. В 1875 году тогда еще большая дорога начала использоваться для различных целей. К примеру, тут прошла первая сельскохозяйственная выставка. В 1909 году из Токио был приглашен уважаемый и авторитетный в то время ландшафтный дизайнер Нагаоко Ясухей. Тогда дорога и начала оформляться в современный парк для отдыха и прогулок. Каждый месяц тут проводятся какие-то мероприятия, снежные фестивали, конкурсы по облагораживанию клумб и многое-многое другое. Излюбленное место многих горожан. Действительно, посмотрите, как тут красиво! Здесь, в Центральном парке, в феврале, проходит фестиваль под названием Юки Мацари. Снежный фестиваль. Здесь выставляют ледяные фигуры, различные палаточки с едой открывают и вообще просто веселятся зимой. Вот именно здесь. Кстати, в парк же выходит одна из станций метро, поэтому вы можете приехать прямо сюда, если хотите прогуляться в свой выходной. Сейчас на улицах мало людей, хотя мы находимся в самом центре, идем к центральной станции, а в Сапоро живет почти 2 миллиона человек. Дело в том, что практически все идут не поверху, а под землей. Особенно учесть, что сейчас дождь шел, потому что здесь вот прямо под нами проходят огромные такие развязки, подземные города по сути. Вот эта улочка называется Акаренго Стриттл, улица Акаренго. Ее построили где-то лет 5 назад, и видите, сейчас во время осени, во время сезона Койоу, она очень красивая, высаженные деревья по краям. И дорожка сюда, вот улица идет, к старинному зданию. Это здание префектуры Хоккайдо. Сейчас оно не используется, потому что они в другом здании находятся, но само здание стало музеем. Как же повезло, что распогодилось, и именно в этот момент я оказался на данной улочке. Камера не передает тех красок, что видишь в реальности. Голубое небо и золотистые деревья. Настоящее наслаждение. За мной вы можете видеть центральную станцию города Саппоро. Называется Саппоро-Эки, станция Саппоро. Открыта она была еще в 1880 году, то есть очень давно. Но с того момента она много раз перестраивалась, и вот нынешний вид, такой модернистский, немного даже футуристический, на мой взгляд, она приобрала в 2003 году. Что интересно, я расскажу вам про эту станцию. Вы знаете, чтобы попасть на Хоккайдо, нужно сюда лететь на самолете, что я и сделал. Но сейчас, сейчас строят линию Шинканцен к Хоккайдо, и в 31 году по плану на Хоккайдо можно будет приехать прямо из Токио на Шинканцене. Представляете? И вот здесь все это будет. Сюда вы сможете потом приезжать. Станция Сапура была открыта 28 ноября 1880 года. За всю свою историю она множество раз перестраивалась из-за пожара, снега и других причин, а вокруг нее постоянно добавлялись другие постройки. С 1971 года на станции также открылось метро, а еще через год появился первый торговый центр. В итоге, к своему нынешнему виду, станция пришла в 2003 году вместе с открытием небоскреба Джиар Тауэр, с которым и соединена станция. Кстати, данный небоскреб является самым высоким в Сапуру и на всем Хоккайдо. От самой же станции ходят не только поезда, но и автобусы по всем возможным направлениям. Прямо в центре станции Сапуру стоит вот такой монумент. Это Айны. Знаете, народ такой в Японии есть и раньше был. И написано Иранка Рапте, что по их языку, по языку Айнов, значит коничева, привет. То есть приветственный монумент. Прямо в самой станции Сапуру, если подняться на второй этаж, находится огромный шопинг-мол, где можно купить одежду, аксессуары, духи, все, что захотите. 6-7 этажей. Так что, если нужно что-то приобрести, заходите сюда. А прямо под станцией в переходах располагается небольшая выставка современного искусства Айну. Довольно забавно. Айну мы еще как-нибудь с вами поговорим в других видео. Перед старым зданием правительства префектуры Хоккайдо проходит ярмарка. Сюда приезжают люди из удаленных уголков Хоккайдо из города Немору и поставляют здесь свои различные товары. То, что они там производят, поэтому можно пройтись посмотреть. Она проводится здесь некоторое время, так что нам повезло ее застать. Будем на ярмарку заполнил вот такую табличку со своим именем и вот теперь здесь захожу. При входе выдали наклейку и сказали наклеить на себя. Наклеим вот куда-то сюда. Перед старинным административным зданием Хоккайдо это территория, на которой постоянно проводят какие-то выставки и ярмарки. Сейчас вот приехали японцы из города Немуру и торгуют товарами своей же местности. В основном это, конечно, рыба, крабы, ракушки и другая морская живность, но также еще и алкоголь. Популярный алкоголь из Немуру называется Китано-катсу. Здесь за бутылочку 2150 йен. Куплю лосось сушеный как закуску. Поддержим префектуру. 1000 йен такая упаковочка стоит. Далее я отправился в раменную расположенную неподалеку. Ну какой же Хоккайдо без этого? Приезжая в Саппоро на Хоккайдо невозможно не попробовать местный рамен. Саппоро рамен называется очень известный по всему миру и, конечно же, в Японии. Вот такое вот здесь место есть, где расположено много различных раменных. Мы сейчас сходим в одну из них, которую мне очень сильно посоветовали. Пойдем попробуем. Хоть рамен сейчас неразрывно ассоциируется с Японией, но это блюдо пришло сюда из Китая, где его называют ламянь. В Японии же рамен едят чуть более 100 лет, с 1910 года. Сам рецепт приготовления немного отличается от китайского или корейского рамена. Самих же типов рамена в Японии существует просто сотни на любой вкус, даже с добавлением шоколада бывает. В ресторане я заказал себе стандартный рамен, но вы только посмотрите на эту порцию. Во-первых, мясо, называемое чащу, в таких количествах, что просто закрывает собой всю лапшу. Сам же суп мисса на свиной кости. Вкусно прямо настолько, что я в итоге съел всю пиалу, а потом ходил половину дня сильно переетом. Рамен в меру жирный, лапша широкая, все то, что мне нравится. А если кого-то интересует, что это за длинные белые штуки, так это моящи, пророченная соя. В общем, советую, будете в Саппоро, заходите сюда. Все находится в центре. Неподалеку расположена еще одна старая улочка с раменами, но, к сожалению, из-за ситуации в мире, а также из-за погоды, людей тут вообще не было. Мне рассказали, что раньше сюда приезжало очень много китайцев и корейцев, у которых это место было обязательным пунктом маршрута. Ну что, у нас осталась последняя точка сегодняшнего путешествия. Возвращаемся в парк Удори, ведь прямо в нем расположена телевизионная башня Саппоро. Ну и, конечно же, нужно побывать на обзорной площадке Саппоро Тауа называется, по аналогии с токийской телебашней. Здесь она своя. Приобрел билет стоит 800 йен для взрослого человека. Башня открыта в 1957 году. Имеет высоту 147,2 метра. Это, считай, половина токийского брата. Сама обзорная площадка расположена на высоте 90 метров. Изначально башня выполняла свои функции, но в 1962 году на горе Тейне, расположенной в западной части Саппоро, установили телевизионные антенны. По сути, гора заменила собой башню Саппоро. Со временем на Тейне переехали все телевизионные компании, а на башне осталось только радиовещание. Ну, какой же отсюда открывается вид на весь город Саппоро и парк Удори, по которому мы сегодня с вами гуляли. Красота. Хоть обзорная площадка совсем небольшая, но этого хватает, чтобы рассмотреть все в деталях. Не могу сказать, что это самое впечатляющее зрелище, но мне понравилось. Люблю обзорные башни, посещаю во всех городах. На высоте 90 метров можно подойти к стеклу, двумя руками вот так вот взяться, сейчас попробуем, и почувствовать страх. Ну, не страшно. Если бы оно было больше наклонено под градусов, там, не знаю, 45, было бы страшнее, а так ничего особого. Я вообще высоты боюсь, ну, когда ты ощущаешь, что у тебя есть защита, стекло, там, я не знаю, стена и так далее, то нормально. На балконе мне обычно страшнее находиться. И Япония была бы не Японией, если бы в башне прямо на вершине внутри не было бы небольшого храма. Ну что ж, на этом третья часть нашего путешествия на Хоккайдо заканчивается. Надеюсь, что было интересно. Поддержите ролик лайком и комментарием, это очень важно. Впереди нас ждут еще новые ролики. Прошлые выпуски смотрите по ссылкам в описании. Также есть отдельный плейлист со всеми роликами, так и называется Хоккайдо. До свидания.